Всем добрый день! Клуб Трупостроитель и проект Ветеран Трупостроитель и Ветерин Бойми. Сегодня Антон и Гирой покажем переднюю подножку, как нас учили, как они видели, как они делали и как получалось. Погнали! Антон и Гирой Север. Есть на скидку три вида передней подножки. Есть классический вход, где разножка. Есть вход, не знаю, раньше назывался обволакивание, когда вот отсюда затягивали. Вот, и есть такой, не знаю, азиатский, наверное, какой-то смысл, где входишь и ноги больше треугольников. То есть вот здесь они не в разножке, а именно треугольники. Получается, что вот при этом броске, но мы сейчас его покажем, при этом броске, главное, работа рук. Если делаем вправо, соответственно, правая рука, она жестко встает. Не пропускает партнера ни к себе, ни от себя, ни уходит, не дает уйти. А левая рука, соответственно, тянет. Вот мы двигаемся, допустим. То есть вот эта рука, она не должна ломаться, то есть должно быть вот это вот движение. И чем больше вы его сломаете, тем будет лучше бросок. И разножка-деугольник получилась. Это если руку вот этому партнеру удается пройти, соответственно, если он удается пройти, то мы поворачиваемся в пол. А если он дядя, вот этот рукой, да, мы постараемся, чтобы он держит. То есть здесь получается вот движение. Анкл вбок один. То есть не подворот, а именно вбок. Ну и пожестче надо стоять. Ножки слабее, только у вас слимем, потом получится. А, левая рука, левая рука должна тянуть. Она должна тянуть широко, стараться. То есть не к себе сразу же. Соответственно, она должна тянуть. Вот сюда вот. Мимо. Мимо. Мимо себя. То есть мы ходим слева, рука вот она. Соответственно, правая. Оп. Вперед. Партнер на правую ногу конкретно становится. Вообще на правую ногу. Вес тела переносит на правую ногу. Да. Отойдите. Обойди, пожалуйста, в бросок. Максимальное вытяние. И осуществляйте так, чтобы было видно положение партнера, в котором он остается перед броском. В котором он должен оказаться перед броском. То есть максимально выведен на ножку. Вот. Нет, нам надо вот сюда. Чтобы он стоял. Стоял. Мне тяжело. Ну, зачем двигать? То есть, о том, что входим вот не сюда. Имеется такой треугольник вот сюда. А движение о том, чтобы я вот сюда, правильно? Ставим вот сюда. Или он на ножку. Чтобы он крутился на нем. Ну, это же движение очень хорошо делать захватом снизу, вот отсюда. И под руки. У кого плечо более крепкое, да? То есть тоже движение вот отсюда. Движение вот сюда. И то же самое он поставил. Какие еще нюансы? Кисти качать надо. А то кистям больно, да. Или бороться с тем, кто повез в походе. Да. Тоже дело. Но нюансы на самом деле скорость. Чем быстрее бросок, тем будет лучше. Какое позволящее упражнение для входа в подушку рекомендовал? На самом деле самый стандартный это толчок с вытянкой. Ну, еще может быть отсечка изнутри, когда он ногу убирает. Угу. Что-то делаем. О, я ее сюда вот прыгнул. Только прыгаешь, и я. Вот решен. Ой, я не могу. Ничего. Ладно. Подножка штука хорошая. И как бы Антон показал одному захвата, а я показал немножко другое. На самом деле та же самая подножка может быть сделана из совершенно разных захватов. Что это за захват? Допустим. Вот здесь, да. Я могу здесь и под рука взять, могу подножку такую же делать. Да. Тоже, тоже могу, как Антон показал, вот это движение. Также можно отсюда. Также можно, в принципе, делать вот здесь. Если тяга хороший левый, я кручусь вот сюда. Вот отключаю его. То есть захваты могут быть разные правой рукой. А на самом деле здесь может быть захваты левой более глубокий. Вот не здесь, а на самом деле можно под плечо забрать вот таким образом. Тогда я могу из более ближней дистанции вот сюда войти в подножку. Вот сюда. Вот поближе к Владимиру. Тут надо просто смотреть, а как вам удобно пробовать разные-разные варианты. Вон в кадр. Спасибо всем. Всем удачи. Качайте кисти, качайте мышцы и работайте начальниками. Всем удачи, пожалуйста. Спасибо.